МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так, Саш, сейчас я устрою тебе тест на дружбу. Это как? Хочу проверить, насколько ты хорошо знаешь своего друга Максима Паугнюка. Ну давай. Итак, мой любимый актер. Уилл Смит. Почти. Любимый стиль музыки. Рок. Попала. Мой девиз по жизни. Вперед и с позитивом. На мотоцикле. Тоже близко, но не совсем. Знаешь, конечно, тест ты сдала, не провалила, но и до лучшей подруги пока не дотягиваешь, знаешь ли. Вы, конечно же, дорогие друзья, поняли, что сегодня Международный день друзей, и мы с Максимом его сегодня собираемся отметить. Да, доброе утро, губерния. В студии ведущий Саша Байдачная. Максим Плагнюк. Отмечаем вместе с вами, мы, кстати, как лучшие, наверное, ваши телегрузья. Отмечаем день этих, может быть, и неродных, но очень близких людей. Согласно статистике, мужчины меньше, реже меняют своих друзей, нежели женщины. Может, вы с женщиной просто не понимаете разницу между дружбой и приятелями? Ну а в чем она? А вот жители нашей губернии и расскажут. Другу, потому что доверяешь, а приятелю просто приятель. Друг – это, наверное, скорее кровинушка какая-то, а приятель – это вот чисто прошел и забыл. Друг, он всегда рядом, он как родной, а приятель – это знакомый, повседневный, с которым ты видишься, даже, может быть, это коллега быть. Ну, приятель – это общий знакомый, а друг, который знаком давно, и отношения другие складываются, с друзьями, приятелями. Друг в беде не бросит, а про приятеля я что-то такой пословицы не слышал. Вот, друг, а приятель – это все люди. Друг, он один, а приятелей много, да. Друг – это тот, который тебя поддерживает в любую минуту, и в радости, и в горе, и который никогда от тебя не отвернется, и он за тебя переживает. А приятель – это тот, с кем можно провести хорошо время. Друг – это тот, кому можно позвонить в 3 часа ночи, и он приедет и постучит по голове, но обнимет и скажет, что случилось, почему поднял. Приятель просто с кем общается. Друг – это как родственник. Другу звонишь, приятеля – нет. Друг – это человек, на которого ты можешь положиться, который тебе поможет, с которым ты можешь какие-то более такие личные темы обсудить. Ну, приятель просто, наверное, как товарищ, что ли, ну, не близкий человек. Пришло время нашей постоянной рубрики, и к нам в гости пришла Ангелина Раевская, нутрициолог. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Существует поговорка «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Мне кажется, к еде это тоже относится, и ее, как и друзей, нужно выбирать с умом. Ангелина, вот рассказывайте, как же правильно нам выбирать продукты в магазине и на рынке? В чем принципы основные? Ну, что касается рынка, это самое простое, да, когда мы с вами ходим за ягодами, фруктами, овощами. Конечно же, самое простое – это обращать внимание на размер плодов, то есть нас должны оттолкнуть какие-то неестественно крупные размеры, или наоборот, маленькие. То есть должна быть золотая середина даже в этом вопросе. Например, что касается сухофруктов, это такие самые популярные продукты для снижения веса. Их очень любят женщины, когда пытаются ими заменить какие-то сладости, то наверняка многие обращали внимание на то, что они блестящие, всегда такие вот чем-то обмазанные, да. Или наоборот, мы стараемся выбирать между некрасивыми и красивыми, там, курагой, да, плодами. Те, что яркие, такие оранжевые, но наоборот, этого делать не нужно, потому что вот этот вот блеск, вся вот эта красота, это говорит о том, что поставщик обмазал их, например, каким-то маслом, глицерином, чтобы они не слепались, тем самым, как бы их консервируя, это уже оказывает негативное влияние на здоровье. Поэтому, если и выбирать вот такие вот плоды, например, так получилось, что другие вы не можете взять, там, или цена смущает, мы тогда уже приходим домой и просто делаем такой растворчик щелочной, столовая ложка соды на литр воды, и все это замачиваем минут на пять и промываем. Если мы выбираем орехи, какие-то семечки, то делаем акцент на то, чтобы они были не жарены, соответственно, они дешевле, и мы не знаем, в чем их обжарили, как их обжарили, поэтому лучше это сделать дома самостоятельно, тем самым, сэкономив, просто там как-то на сковородочке их обжарить, чтобы они приятно похрустывали. Что уже касается магазина, здесь все сложнее, но тем не менее интереснее. Когда мы приходим в супермаркеты, в большие магазины, все самые жизненно важные товары, они находятся в конце. А вот все, что нам особенно там не надо, всякие жвачки, конфетки, они всегда в начале. И вот скажу прям так по секрету всему свету, очереди, они делаются на самом деле в магазинах искусственно, чтобы вот пока человек стоял, вот, да, ждал своей очереди, что ему пробьют продукты, чтобы вот он думал, чтобы ему еще такого взять, не забыли он чего. Это заговор. Да, то есть на кассе он стоит и может себе что-то подложить там, да, вот, поэтому ходим внимательно, ходим со списком, ходим в магазин обязательно сытыми, именно чтобы взять то, что нам действительно нужно. И без лишних денег, да, что совсем не было. Ну да, и стараемся читать состав, то есть самое главное в составе, это чтобы все ингредиенты вам были понятными, да, там, различные там, аспартам, сукролоза, вот, если вы не понимаете, лучше не берите. И еще смотрите, то, что стоит на первом месте, его, как правило, больше всего в составе, то есть если вам говорят, что это злаковый какой-то батончик овсяный, там, заряд энергии, заряд бодрости, а вы видите на первом месте сахар, то, конечно же, это никакая не бодрость, это наоборот, человек ест сахар, получает сначала бы, да, вроде бы энергию, но потом сразу быстренько спад, набор веса, болезни и так далее. После небольшой паузы продолжим разбираться в тонкостях и секретах на покупок продуктов, но прежде чем мы отправимся в магазин или на рынок, обязательно нужно посмотреть прогноз погоды. В среду Самарская область ждет переменная облачность, днем кратковременный дождь, возможно гроза. Температура воздуха днем плюс 24-29 градусов, ветер северо-восточный, ночью слабый, днем 5-10 метров в секунду. На севере и западе 25-26 тепла, на востоке и юге плюс 28. В Самаре переменная облачность, кратковременный дождь, днем плюс 27-29 градусов. Атмосферное давление ниже нормы 745 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 30-55%. Напоминаем, что у нас в гостях Ангелина Раевская, интуиционолог, и мы с ней разговариваем о том, как правильно выбирать и хранить продукты питания. Еще раз доброе утро. Доброе утро. Не так давно был праздник безопасных продуктов, да? Да, День безопасности пищевых продуктов. Что такое безопасность пищевых продуктов? Ну, это такой термин, который подразумевает множество критериев. Например, мы должны обращать внимание на то, в какой упаковке продукт тот или иной, который мы хотим взять с полки. И если у вас есть выбор, например, взять те же шампиньончики, какие-то помидорки, авокадо, в бумажной упаковочке или в пластиковой, вы должны отдавать предпочтение именно бумажной упаковке, потому что пластик, пластмасса, во-первых, они очень чувствительны к температурам, а во-вторых, с течением времени они выделяют достаточно такие вредные для организма вещества, например, бисфенол А. Это вещество приравнивается, в общем-то, к гормоноподобному, а все, что у нас и так в человеке в балансе, это нарушать какими-то пищевыми продуктами не стоит, да? Какими-то сомнительными материалами, из которых сделана упаковка. Или же, например, если у вас есть выбор, например, консервы те же там, да, выбрать в жестяной банке или в стекле то же самое растительное масло, в прозрачной пластиковой бутылке или в темном стекле. Мы должны выбирать стекло, потому что, опять же, стекло, оно менее чувствительно к температурам, и плюс оно должно быть темным, потому что, если, опять же, говорить про какие-то жирные продукты, там тоже масло нерафинированное, оливковое обычно у нас... Стекло всегда дороже? Ну, в стекле, то есть нужно выбирать. Да, то есть там оливковое масло, подсолнечных семян, тыквенные семена, вот из них масло делают. Такие масла, они очень полезны для организма, для женского здоровья, для здоровья кожи, волос, ногтей. Они содержат такие витамины, жирорастворимые А, Е, Д, К, и именно они на воздухе и на свету окисляются. Именно поэтому вот мы советуем всегда брать масла вот в темном таком стекле, именно вот не пренебрегать. Ну, то есть оливковое масло в пластиковой упаковке бесполезное? Ну, да, то есть там уже никаких витаминов, никаких микроэлементов, ничего нет. Плюс, опять же, если оно в пластике, а мы же не сразу всю бутылку покупаем, да, и выпиваем. То есть у нас это все хранится-хранится, и с течением времени вот бесфенол он может свои негативные последствия для организма привнести, так скажем, в нашу жизнь. Полхолодильника нужно выбросить теперь после этих слов. Нет, когда знаете, чем заменить, гораздо легче становится. То есть, да, что-то вредно, но когда мы даем решение, уже, конечно, не все так плачевно. Большое спасибо вам за ваши советы, важные, нужные. Оливковое масло выбрасываем в пластиковые бутылки, покупаем в стекле. Удачи, хорошего дня взаиме у нас. Спасибо. Насташа, на сытый желудок, я думаю, стихи можно почитать. Сегодня они про дружбу. Давайте будем дружить друг с другом. Как птица с небом, как поле с плугом. Как ветер с морем, трава с дождями. Как кружит солнце со всеми нами. Давайте будем к тому стремиться, чтобы нас любили и зверь, и птица. И доверяли повсюду нам. Как самым верным своим друзьям. Давайте будем беречь планету. Во всей вселенной, похоже, нету. Во всей вы вселенной совсем одна, что будет делать без нас она. С нами сегодня руководители неформального молодежного сообщества «За Волгу». Анастасия Софина и Сергей Борзенков. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, что это за сообщество, почему оно неофициальное? Неформальное. Неформальное. Носит, наверное, все. Да, у нас есть организация Самарской советы молодежи, которую я возглавляю. И, соответственно, с ребятами, с активистами была выдвинута идея создания некого сообщества, где каждый сможет прийти, реализовать себя по любому абсолютному направлению, предложить идеи, проекты, мероприятия, акции. Ну и, соответственно, сделать жизнь горожан и, соответственно, жизнь молодежи наиболее такой яркой, красочной. А сейчас, наверное, о мероприятиях более подробно расскажешь. А почему «За Волгу» называется, я хотел спросить? То есть это не связано ни с Волгой, ни с отдыхом «За Волгой»? Почему связано? «За Волга» – это название, которое знают в Самаре. И мы хотели бы сделать так, чтобы это название знали не только в Самаре, но и жители всей страны. Пиар-ход такой. Пиар-ход, да. Ну и мы очень любим «Вси Волгу», любим родной край. Ну и, наверное, поэтому как бы сделали такое название. Потому что для нас, молодых ребят, отдых «За Волга» – это что-то такое святое. Ну то есть выезды за Волгу все-таки планируете? Конечно, планируется. Вот в ближайшее время, наверное, начнем мы с июля, уже поедем там с ребятами, сделаем какие-то там палаточные лагеря и так далее. Будем там проводить время. Ну вот рассказывайте подробнее о мероприятиях. То есть конкретно, что, чем занимаетесь? У нас один из направлений деятельности, охватывающих разные интересы молодежи. Это как и культура, это как спорт, как творчество. У нас нет каких-то особых границ. Стоит заметить то, что сообщество создано в стенах Самарского союза молодежи. Мы продумали вместе с Галиной Александровой Игоревой и как раз с Настей. Галя у нас с руководителем Гера Самарского. Вот. И поэтому получилось создать так, что у нас объединено внутри нашего сообщества разная молодежь. Как неформальная, так и формальная, которая уже участвует там в каких-то аксах, какие-то гражданские активности проявляет в городе и так далее. Проявляет свою активную гражданскую позицию и прочее. Что хочется сказать. За два месяца, уже за три, наверное, месяца работы мы провели порядка 65 мероприятий. У нас более тысячи активистов. Охват в социальных сетях уже 200 тысяч человек. Это только в Инстаграме. У нас еще есть ВКонтакте. Там тоже не менее значимая цифра. И стоит заметить то, что тот самый бренд, о котором мы сейчас говорим, за Волгу, как раз влияет на это. То, что ребятам это близко, это для них интересно. И как бы поэтому мы и развиваем эту историю. А какой возрастной ценз? Молодежь до скольки лет. Ну, совсем недавно мы провели мероприятие для детей. 1 июня провели на четырех локациях. Тоже количество участников где-то было 500-600 человек. И это были в основном дети. Но при этом у нас есть и ребята постарше, там, 16, 17, 18, ну, где-то 24 лет, да, которым это интересно. В принципе, мы рады всем. То есть у нас не имеет значения возраст, у нас имеет значение какие-то цели, да, ребят, чтобы они развивались, росли. И мы в этом им помогаем. Ну, вот нас, Саша, вы возьмете в свое сообщество. Конечно, вас мы могли бы взять в наш направлении. Те, кому за 30, могут попасть в молодежь? Могут, могут. Вас мы ждем в направлении медиа, да, чтобы вы пришли к нам на мероприятие, может быть, рассказали о том, как вы работаете, что у вас интересного. Может быть, ребята какие-то присоединятся в команду как раз губерния. Был бы интересный. Как здорово. Идем. Если есть какая-то инициатива у молодого человека, он может к вам прийти и ее предложить и ждать, что... Безусловно, конечно. Клубится реализация. А у нас на это и направлено, скажем так, сообщество, когда каждый молодой человек... И вот о каких как раз-таки мероприятиях говорил Сергей, это по большей части именно те мероприятия, которые предлагали сами ребята, собирали команду и, соответственно, совместными усилиями мы уже реализовывали. То есть это разноплановые действительно мероприятия. Вот на выходных, соответственно, ребята помогали в организации мероприятий для детей с УВЗ, например. То есть это исключительно инициатива. Бывает так то, что к нам обращаются какие-то организации, партнеры, и, соответственно, мы также организуем, проводим мероприятия с ними. Спасибо. Мы с Александрой уже почти стали членами вашего неформального сообщества «За Волгу». Но сейчас прервемся и передадим слово нашему члену неофициального сообщества телеканала «Губернии» Юлии Север со своей рубрикой. Доброе утро! Желаю всем любителям хвостатых, пушистых и пернатых. Это рубрика «Ноев ковчег» студии Юлия Север. С древних времен между животными и людьми существует взаимосвязь, получившая отражение во фразеологии. Люди испокон веков вспоминают тех или иных животных, когда говорят о качествах человека, характере, отношении к труду, силе, воле и многом другом. Ну, к примеру, трудолюбивая лошадка, гордый орел, трусливый, как ягненок. Хотя последнее устойчивое выражение потеряло недавно свою актуальность. В Нидерландах ягненок бросил вызов пастушьей собаке. Он отбился от стада и встал на пути у грозного сторожа. Собака пыталась загнать его обратно, но ягненок стоял на своем. На лай и провокации не реагировал, в отличие от своих собратьев, которые сразу же возвращались обратно в стадо, стоило их слегка припугнуть. Больше того, ягненок все это время смотрел прямо в глаза пастуху, не отводя взгляд. Собака породы бордер-колли, которая изначально была выведена для присмотра за стадом овец, не смогла справиться с непослушным ягненком и, похоже, даже сама немного испугалась. Теперь смело можно водить фразеологизм, непокорный, как ягненок. Берегите хвостатых. Пока! Напоминаем, что у нас в студии руководители неформального молодежного сообщества «За Волгу» Анастасия Софина и Сергей Борзенков. Еще раз доброе утро. Мы выяснили, что в молодежное сообщество к ребятам может прийти каждый человек с активной гражданской позицией. Но вот конкретно что нужно сделать? Где вам написать? Как вас найти? Как вступить в сообщество? Да просто в Инстаграме найти «За Волгу». И написать? Да, и написать. То есть никакого кастинга нет, не нужно подходить? Собеседований там. Нет, главное желание сделать что-то хорошее и полезное для нашего города и региона в целом. Что чаще всего предлагают реализовать ребят? Какие у них идеи? Чем живут? Что им интересует? По-разному, на самом деле. Вот недавно нам предложили сделать велопробег с светящимися колесами по набережной. Вот мы сейчас думаем об этом. Проводить, не проводить. 12-го числа мы проводим мероприятие, делаем флаг России. Большой-большой флаг. Как это будет выглядеть? Из картонок разных цветов, белый, синий, красный. И с ребятами делаем, получается, флаг. Это будет как-то вот... Собираете пазл, да? Да, квадрокоптер. Каков прогноз на количество участников? То есть насколько большой флаг? И где репетиции проходят? Мы, честно вам сказать, делаем без репетиции. У нас команда уже сформировалась, да. И я думаю, то, что репетиция здесь не нужна будет. На Воронежских озерах 12-го числа в 2 часа дня мы права на это мероприятие. То есть чтобы к вам присоединиться, нужна просто картонка с каким-то... Ну, надо просто прийти. Все дадим. А, все даже все раздадите. Прекрасно. Откуда у вас такое желание, вот такая активная жизненная позиция, заниматься с молодежью, передавать свой опыт? Ну, у нас с коллегами, наверное, возникла идея объединить молодежь в Самарской области под единым каким-то брендом. Вот. И у нас это получилось. Под брендом «За Волгу» это сделать. Общественной деятельностью мы занимаемся уже давно, да. То, что и у Анастасии уже большой опыт в этом, и у меня. И хотелось бы этим опытом делиться, чтобы помогать людям. То есть когда проходят какие-то такие мероприятия, когда ты реально оказываешь какую-то адресную помощь людям и слышишь слова «спасибо», становится приятно и хочется работать дальше. Тяжело ли это вообще быть руководителем целого сообщества? Это бывают ли выходные или наоборот, там, не знаю, 24 на 7 на связи? Да, 24 на 7, там где-то вот в полях организуете, координируете. Ну, наверное, на самом деле наша работа, это даже нельзя назвать работой, это, наверное, больше такое хобби, удовольствие, которое мы получаем от общения с ребятами, с активистами, с руководителями направлений, которые постоянно генерируют, наверное, действительно в режиме 24 на 7 свои идеи, проекты, акции, стараются найти интересные мероприятия в городе. Уже, как уже сказала, активно сотрудничаем с другими организациями, когда предлагаем помощь свою. Поэтому, наверное, это больше такое увлечение. Сергей у нас отвечает за неформальные различные мероприятия, когда собирает, говорит, ребятам, давайте проведем, да, такой некий тимбилдинг в офисе, например. То есть приглашает также на различные доп. мероприятия. Поэтому это хобби у нас, наверное, нежели чем работа. И, наверное, любимое занятие. Наверное, тот случай, когда работа – хобби. То есть это такой очень интересный момент, и, в принципе, это очень хорошо. Хорошо. Мне очень нравится название вашего сообщества «За Волгу». Действительно, это бренд региона «Волга» и все, что связано с нашей природой. Что еще мы можем выделить, что еще хочется развивать, передавать будущим поколениям? Какие еще бренды нашего региона? Вы продвигаете. Да, вы бы стали продвигать вот такой вопрос. Немножко сложно, может быть, сложно у него сразу ответить, но можно порассуждать сейчас об этом. Да, наверное, нужно подумать. Но, скорее всего, это бренд «Самара космическая», потому что «Самара» все-таки столица нашей космонавтики, и для нас это тоже важно. Поэтому одно из первых мероприятий, в которых мы участвовали, это «Фошмоб», как раз посвященный 12 апреля. Ну что ж, мы желаем вам расширения вашего сообщества, классных акций, побольше... Активных ребят, участников. Да, активных под гражданской позиции. И удачи. Спасибо. Спасибо вам. Друзья, мы поставим на паузу наш эфир, затем вновь вернемся в нашу студию. Ненадолго оставайтесь с нами. В эфире новости на канале «Губерния» в студии Сергея Сергеев. Здравствуйте. Ужасная трагедия произошла накануне в Октябрьском районе Самары. Женщина уронила свою трехлетнюю дочь с балкона шестого этажа. Камера наблюдения засняла душераздирающие кадры с последними криками ребенка. Мать девочки задержана и подозревается в убийстве. Подробности у Елизаветы Должиковой. На этом видео малышка прокричала свои последние слова. Затем раздался глухой удар и тишина. Трагедия произошла во вторник рано утром. По словам очевидцев, женщина в целях воспитания свесила дочь, удерживая ее за маечку с балкона шестого этажа жилого дома в Октябрьском районе Самары. Майка порвалась, ребенок упал, получив травмы, несовместимые с жизнью. После трагедии мать вышла на улицу, подняла тело ребенка и занесла в квартиру. Соседи рассказали, друг с другом не знакомы. С этой женщиной сталкивались только на лестничной площадке. Странностей не замечали. Ну, она, мне кажется, одна жила с дочкой. Ну, вроде нормальные. Ну, мы дома спали, скорее всего, и что-то какие-то крики были слышны. Ну, уже выглянули там уже, поскольку часов 9 уже не было ничего. Только полиция и комитет. У меня хоть и окна сюда выходят, окна были закрыты, я ничего не слышала. Я говорю, только оперативников уже 80. Ну, здесь никто никого не знает, потому что дом не дам, там заселился. Возбуждено уголовное дело. По данным следователей, девочке было всего 3 годика. Мать 1997 года рождения. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области Возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы 1997 года рождения подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации убийство малолетнего лица, находящегося в беспомощном положении. В настоящее время подозреваемая задержана. В ближайшее время в отношении нее будет избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Елизавета Должикова, Александр Дудко, Новости губернии. К другим новостям. В губернии будет введена практика информирования населения о тех предприятиях торговли и сферы услуг, коллективы которых не достигли стопроцентных показателей по вакцинации. Такую идею озвучил губернатор Дмитрий Азаров во время работы штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Детали в нашем материале. Показатели заболеваемости коронавирусом в регионе ниже, чем в среднем по России. Неплохо губернии выглядят и на фоне Приволжского федерального округа. Сохранить положительную динамику поможет вакцинация. Глава региона напомнил, что именно благодаря прививкам область в этом году не имеет ни одного случая заражения гриппом. Аналогичные картины тем же методом можно добиться и в борьбе с пандемией. Коллеги, еще раз хочу обратиться к главам муниципальных образований. Никто за нас эту работу не сделает. Сделать ее нужно сейчас. Сейчас. Чем ближе у нас к осеннему периоду, тем сложнее нам будет эту работу проводить. Еще раз подчеркну. Нужно делать это вдумчиво, системно. По темпам вакцинации в рейтинге муниципальных образований в лидерах Волжский район. В оусайдерах пока некоторые территории Тольятти и Самары. В частности, среди отстающих железнодорожные и кировские районы областного центра. Глава региона поинтересовался, что предпринимают главы для изменения ситуации. Мы выбрали 532 организации на территории района, юрлица. С общей численностью рабочих 12 286 человек. С этой категорией, соответственно, мы работаем. Начиная с января месяца, нами были направлены сначала письма во все организации. Потом, соответственно, провели установочное совещание. И начиная с марта месяца мы совместно с главным врачом поликлиники уже индивидуально работаем, выезжаем на предприятие, работаем с коллективами. Участники штаба еще раз напомнили о необходимости соблюдения всех ограничительных мер при проведении знаковых для региона мероприятий. Это прежде всего Грушинский фестиваль и Волга-фест. Соображения безопасности и здоровья должны быть здесь на первом месте. Владислав Жирнов, Андрей Евдеев, Новости губернии. По всем соглашениям, заключенным Самарской областью на Петербургском международном экономическом форуме, уже началась активная проектная работа. Всего региона было подписано 15 ключевых инвестиционных соглашений на сумму более 60 миллиардов рублей. Это позволит создать более 12 тысяч новых рабочих мест. Итоги участия Самарской делегации на форуме обсудили на оперативном совещании в региональном правительстве. Так, после заключения соглашения с Национальной платежной системой МИР начинается массовый выпуск социальной карты жителя Самарской области. Это универсальный комплекс электронных сервисов. Он предоставляет владельцам широкий спектр возможностей от оплаты товаров и услуг до получения различных соцвыплат. То, что область привлекательна для бизнеса, подтверждает национальный рейтинг «Инвестклиматом». Он составляется по поручению президента страны. В этом году регион вошел в топ-10, заняв восьмое место. Такая положительная динамика – результат системной работы бизнеса и правительства региона в рамках стратегии лидерства губернатора Дмитрия Азарова. Это соглашения абсолютно живые, то есть это не какие-то будущие перспективные проекты, которые там будут реализовываться через 2-3-5 лет. По всем этим соглашениям уже сейчас ведется очень активная работа, происходит переоформление земельных участков, которые мы предоставим инвестору. Ведется проектирование объектов, оформляются документы, например, по резидентству в особой экономической зоне. Также на совещании обсудили подготовку к купальному сезону. Всего в области будет открыто 38 пляжей и оборудовано более 30 мест для отдыха вблизи водоемов. Председатель правительства Виктор Кудряшов поручил муниципальным органам власти повысить уровень безопасности и благоустройства в местах купания и отдыха. Это касается соблюдения санитарных правил и выставления спасательных постов. Экоактивисты продолжают реализацию уникального масштабного проекта по благоустройству лесопарковой зоны вдоль реки Татьянка вблизи поселка Сухая Самарка. Работы осуществляют на средства президентского гранта. В прошлом году в порядок привели территорию в рамках первой очереди проекта. С февраля этого года идут работы на второй очереди. Подробности прямо сейчас. Экосистема лесопарковой зоны в границах поселка Сухая Самарка и реки Татьянка уникальна. Здесь дикие деревья и кустарники уживаются с плодовыми, которые остались от заброшенных дачных участков. К сожалению, территория начала деградировать из-за пагубного влияния промышленных стоков, а также массового выгула собак, кострищей мусора, которые оставляли после себя нечистоплотные гости леса. Кроме того, происходили изменения природного характера. Часть деревьев засохла от старости или болезни, да еще и стихийно разросшийся клен занял весь подвесок, из-за чего плодовые начали гибнуть от недостатка света. На помощь природе пришли экоактивисты. Нам лесничество одобрило расчистку порослей от клена. Мы вывезли отсюда очень много ветвей и отпустили свет, и поэтому старые яблоньки, которые здесь когда-то уже, мы видим, что нижние ветки полностью отпали, оголились, а сейчас они будут закладывать новые почки и цвести. Восстановить лесной массив и создать общественную территорию для отдыха призван экологический проект «Самарские лесные сады», который реализуется на средства президентского гранта. Он объединил специалистов в области дендрологии, ландшафтного дизайна, архитекторов, урбанистов, представителей некоммерческих организаций и волонтеров. Проделан огромной работой и по вовлечению населения в процесс благоустройства территории. Кроме того, все работы проводятся с учетом мнения местных жителей. Необходимость этого отмечал президент страны Владимир Путин. Поддержка инициатив граждан – это и часть стратегии лидерства губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Мы проводим стратегические сессии с народом. Все это не просто так. Мы согласуем всю работу с Департаментом благоустройства и экологии. Но, по сути дела, нам нужно очень много волонтеров, добровольцев, потому что здесь большой фронт работы. Уже пройдена половина пути по воплощению проекта в жизни. Провели 8 субботников, вывезли 10 тонн мусора, общий охват участников – более 300 человек. Впереди еще много работы, но экоактивисты уверены, что это стоит того. И в лесном массиве в шаговой доступности от поселка Сухая Самарка уже к середине этого лета появится новое ухоженное пространство. Большое внимание вопросам экологии и созданию благоустроенных общественных территорий уделяет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Сергей Сергеев, Дмитрий Столяров. Новости губернии. Главные события баскетбольного лета. 12 июня в Самаре на набережной Волги стартует первый тур Лиги по стритболу – баскетнайтс среди мужских команд. Соревнования организованы при поддержке главы региона Дмитрия Азарова и будут проходить с июня по сентябрь. Среди участников баскетбольного турнира формата 3х3 любительские команды со всей области. Играть в Лиги могут все желающие старше 16 лет. Больше новостей на нашем сайте сова.инфо и в нашем большом информационном блоге в полдень. А у меня пока на этом все. Увидимся. Доброе утро, друзья! Сегодня вместе с вами Саша Байдачный и Максим Плавнек отмечают этот универсальный праздник – Международный День Друзей. И вот несколько фактов о дружбе и умении заводить себе друзей. В 1966 году американский психолог Эллиот Аронсон сформулировал эффект неуклюжести, согласно которому неловкие в поведении люди кажутся остальным привлекательны, а потому им еще проще найти себе друзей. А вот выражение «закадычный друг», означающее сегодня крепкую дружбу, имеет совсем другие корни. Изначально этот фразеологизм означал «залить закадых», то есть «напиться». Показав на Олимпиаде 1936 года одинаковый результат в прыжках в шестом, японские спортсмены не согласились с решением Олимпийского комитета и, распилив серебряную и бронзовую медали, сделали себе по бронзово-серебряной медали. Красавцы! Ну вот дружить умеют не только люди, но и животные, и даже не только домашние животные. Есть потрясающие примеры дружбы животных из разной среды обитания. Диких, например, как игуаны и домашний кот, хищного ястреба и дворовой собаки. Но еще удивительная дружба представителей дикой природы совершенно, например, медведи и шумпанзе или змеи и хомяка. Так что для дружбы нет преград, пока животные сытые. Ну а чтобы проверить дружбу на прочность, послушайте советы Великого Высоцкого. Возьмите друга в горы, и там вы точно поймете, приятель это или настоящий друг. Ну а в чем разница, нам объяснят жители губернии. Другу потому что доверяешь, а приятелю просто приятель. Друг это, наверное, скорее кровинушка какая-то, а приятель это вот чисто прошел и забыл. Друг он всегда рядом, он как родной, а приятель это знакомый, повседневный, с которым ты видишься, даже, может быть, это коллега будет. Ну приятель так общий знаком, а друг, который знаком давно, и там отношения другие складываются, с друзьями, приятелями. Друг в беде не бросит, а про приятеля я что-то такой пословицы не слышал. Вот, друг, а приятель это все люди. Друг он один, а приятелей много, да. Друг это тот, который тебя поддерживает в любую минуту, и в радости, и в горе, и который никогда от тебя не отвернется, и он за тебя переживает. А приятель это тот, с кем можно провести хорошо время. Друг это тот, кому можно позвонить в 3 часа ночи, и он приедет и постучит по голове, но обнимет и скажет, что случилось, почему поднял. Приятель просто с кем общается. Друг, это как родственник. Другу звонишь, приятелю нет. Друг это человек, на которого ты можешь положиться, который тебе поможет, с которым ты можешь какие-то более такие личные темы обсудить. Ну, приятель просто, наверное, как товарищ, что ли. Ну, не близкий человек. У нас в гостях юный строитель-плотник Саша Бобин, который строит из дерева целый дом, и его папа Сергей. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Рассказывай скорее, со что за дом ты строишь, и как тебе пришла эта идея? Это была моя мечта. И я построил, решил украсить двор, чтобы там хорошо в домике проводить время, поделки делать, играть. То есть дом готов полностью? Сейчас полностью в нем можно прям жить, там находиться, да? Или как? Или еще строительство идет? Еще идет. Сергей, вы помогаете? Нет. Вот я, конечно, люблю тоже заниматься такими техническими разными делами, но вот Саша Александр превзошел меня уже там на 300%. Я реально половину того, что он умеет, не умеет делать. А что он умеет рассказывать? То есть мне времени достаточно мало, и как бы вот он свободное свое время занимается. Он сейчас сам расскажет, что он делает. Рассказывай, из чего состоит дом, какие там есть фишки, там, не знаю, может быть, стулья, кровати. Дом состоит из брусков, 40 на 40, будет обшит вагонкой. А там я линолеум хотел постелить, потом стол сделать. А кто тебя научил строительному процессу, так скажем? Ты сам догадался или спрашивал? Ну, и я сам научился, и папа еще меня учил инструментами. А дом прямо на дереве, да? Нет, обычный дом на земле. А, на земле. Фундамент сначала он сделал. Да. И сейчас вот строят уже стены есть, каркас. И сейчас что ты делаешь? Вагонка пошивай. А фундамент деревянный? Или как? Или залит бетоном для него? А полгон кирпичей. Так. И вот так, и прямоугольник из дерева. Вот, и потом я положил доски. Как давно началось строительство? Ну, где-то месяц назад. За месяц уже почти дом готов, да, получается? Ну, да. То есть впереди еще все лето, можно какой-нибудь пристрой потом организовать, да, к дому? Пригласить туда своих друзей. А для кого этот дом? Почему? Для меня. Для друзей. Мы там будем в нем сидеть, играть. Можно будет от дождя прятаться. А сколько человек помещается в доме одновременно? Примерно, чтобы понимать. Ну, где-то пять. Пять человек. Нет идеи сдавать его как гостиничный номер? Нет, пока. Пока нет. Потому что я бы, возможно, заехал на пару дней и отдохнул бы в таком. Мы можем оставить контакты. Сергей, расскажите, как давно начал Саша увлекаться плотничеством, плотничеством? Ну, это на самом деле очень давно, ему не было еще и года, я, можно сказать, случайно купил поделку совершенно детскую, которая там приклеивается, разные фигурки делать. И у него это так загорелось, их, не знаю, там больше стана, но он сделал, потом это переросло в конструктора разных производителей. После этого ему стало, видимо, скучно. И что ты дальше стал делать? Расскажи. Папа, что-нибудь больше. Это уже менее интересно стало, и мне хотелось что-то большего сделать. Например? Я потом стал лавки, скамейки делать, столы. Весь двор уставленный практически. Вот, и я еще сделал две лавки, посередине стол, и как беседка получилась. Огромная, когда приехала, огромная крыша, то есть там можно, люди сидят, и там... Что говорят соседи? Да, как относятся жители двора, дома к вашему увлечению? Ну, на самом деле, многие очень хорошо относятся, но вот с домиком были некоторые проблемы, даже не хотели нам разрешать, вот, Саша, строить. А почему? Решили, что это рейдерский захват территорий? Видимо, людям, не знаю почему, наверное, хотят больше места для того, чтобы они там ходили, хотя в этом месте вообще никого нет, никто там не ходит, там заброшено, как бы, такое место, а сейчас вот будет облагорожено, и самое интересное, рядом вообще нет детских площадок, абсолютно нет. А тут ребенок сам делает, десятилетний... Люди удивляются, кто видит, не верит, говорят, наверное, он с кем-нибудь делает, а он один. Ну что ж, мы обязательно продолжим нашу беседу, поговорим о других планах, о друзьях, об увлечениях, ненадолго отвлечемся от большого строительства на большой драматический театр, а затем вернемся в нашу студию. Друзья, оставайтесь с нами. Гроза Островского Зрители смогли увидеть впервые, благодаря проекту «Большие гастроли». Гроза Андрея Могучего – это звучание подлинного, очень мелодичного текста Островского, усиленное музыкой. На сцене практически нет декораций, настроение задает звук. Такая атмосфера, она очень работает на спектакль. Во-первых, это как шкатулку, например, открываешь, и там тоже вроде как свой мир получается. Вот у нас, мне кажется, что-то напоминающее такую шкатулку, и вот это все черное, но со всеми все равно, каждый костюм имеет свою форму, свои некоторые такие детали костюма, но все это объединяется в такой вомут. Грозная, словно реальные электрические молнии, и черные костюмы героев лишь подчеркивают яркий образ Катерины. Ее красное платье – символ энергии, живущей в ней. Катерина изображена в спектакле в красном, когда все в черном, потому что она изначально уже заряжена, очень эмоционально заряжена, и в ней сидит вот это такое ядро, которое может в любое время прорваться, потому что она очень хочет свободы, любви, и поэтому она в красном. Если мы сейчас будем смотреть с точки зрения художественной, я чувствую свою героиню так, что она в этом городе чувствует себя несвободной, в том числе несвобода, и заключается в том, что она не может выразить свободно свою любовь, свободно свои чувства, и в конце она ее обретает. И этот спектакль для меня – это как путь от несвободы к свободе. Исполнительница главной роли Ольга Ванькова признается – играть на незнакомой сцене вдвойне ответственно. Каждая площадка диктует свои правила. Новая энергетика, акустика – все необходимо прочувствовать быстро, буквально за одну репетицию. Перенос спектакля на другие площадки – это всегда возникает при этом сложности технически, но они преодолимы, потому что это все-таки часть работы. Здесь очень хорошая акустика. Сейчас просто большой драматический театр на ремонте, и мы играем наш спектакль на сцене Александринского театра. И они, залы, в принципе, очень похожи акустически, и по объему, и по зрительному залу. Поэтому можно сказать, что практически я и не выезжала из Санкт-Петербурга. Артисты из Санкт-Петербурга в Самару привезли три спектакля – постановки художественного руководителя театра Андрея Могучего «Гроза и пьяные» и спектакль «Крещенные крестами» режиссера Вениамина Фельштинского. Юлия Север, Сергей Сергеев, Константин Макаревич, «Утро губерни». Напоминаем, что у нас в гостях Сергей и Саша Бобины – настоящие строители деревянных крепостей и домов. Мы сегодня говорим о друзьях, о дне дружбы. Как твои ровесники, твои сверстники относятся к твоему увлечению? Помогают ли им? Как они тебе помогают, да, советам, может быть? Ну, да, они помогают. Ну, в основном я делаю все сам. Я им еще пока, ну, не больно доверяю. Да. Нормально, они там тоже ко мне приходят. Ну, в компании веселее работать? Да. Ну, да. Так, Саша, рассказывай, в каком ты классе учишься? В третьем. В третьем классе? Уже дом построил. Не по себе. Что ты делал в третьем классе, Максим? Я не знаю, ерунду и занимался, мне кажется. Наклейки собирал, наверное. Да, желачки. Как учителя относятся тоже к твоему увлечению? Как-то они тебе помогают? Хорошо. Приглашал ли ты их в свой дом, пригласишь ли? Нет, еще. Не знаю. Он еще не готов. А сейчас есть какие-то уроки труда в школе? Потому что в мое время не было. Сейчас есть, да? Да, технологии есть. Мы там вырезаем, мне это очень нравится. Это тоже мой любимый предмет. Как раз-таки у нас на экране потрясающий этот домик, который Саша строит. Действительно, он большой, очень основательный, да? Да. Бунгало практически. Ну, в нем реально можно будет жить. А если еще мы сделаем утепление, да, Александр? Проведем это утепление и воду. А расскажите, как вы выбирали материалы? То есть вы, наверное, понятно же, что тебе помогали, наверное, или ты сам ездил? Никто не помогал. Ты сам выбирал строим материалы? Да. И покупал, и проносил? Расскажи об этом. А я на тележке их привозил, я покупал и сам все это резал, потом антисептиком покрывал и сам все делал. Все продавцы строим материалов в округе знают. Там недалеко стройдом находится. То есть уехал из дома на полдня, приехал, а сын уже отгрохал дом и переехал в него жить. Вот сейчас мы можем видеть, как он работает с инструментом. А как продавцы стройматериалов относились к тебе, Саш, серьезно? Или какое-то приходилось преодолевать, может быть, отношение такое? Нет, хорошо. Они... Ну, я прихожу, покупаю. Они мне даже помогают иногда погрузить там. То есть ты со знанием дела подходишь, как взрослый, спрашиваешь, мне нужно дерево такого-то сорта. Есть ли какие-то, мне вот интересно, схемы? Или ты строишь, вот, как вот пойдет на интуиции? Или есть какой-то план дома, там, вот, как это... Нет, схем у меня нет. Я это держу в голове. Я еще на видео смотрю, как сделать разные домики. И в одно это все соединяю. И что-то оттуда, а что-то сам еще прибавляю там. Вот. А потом, если я буду живой, настоящий дом строить, то обязательно буду проект делать. А вот есть ли какие-то планы на будущее? То есть дом, в принципе, почти готов. Наверняка уже задумываешься о том, что бы еще хотелось построить. Есть ли какие-то, вот, может быть, идеи? Ну, пока нет. Пока нет. То есть все пока на дом? Да. Устремлено. Пока нужно дом закончить. Он еще хотел рассказать вот про школу, он в гимназии учится. У него один из любимых предметов? Французский язык. Французский язык? Да. Да, я его люблю. Ну, расскажи о своих увлечениях, как вы занимаетесь французским языком, как проходит ваш процесс общения. Ну, мне это очень нравится. У нас очень хороший учитель. Она еще... Помогает, устраивая какие-то интервью, может быть, семинары. Да, она еще помогает учить нас этому. Как он, са ва? Са ва, три бен, мерси. Браво. Расскажи про школу. Расскажи про школу. К сожалению, мы не можем. Я точно не могу поддержать ваш диалог. Огромное спасибо, что вы сегодня к нам пришли. Рассказали о своих увлечениях, показали потрясающее творение. Желаем завершить его как можно быстрее, чтобы получилось все монументально. В течение месяца Александр завершит его. Можем представить вам готовый вариант. Обязательно посмотрим. С удовольствием посмотрим и пусть... Приглашаем на новоселье. Пусть в этом домике собирается как можно больше верных и добрых друзей. Спасибо. Спасибо огромное. Ну что, я считаю, что наш герой достоин песни. И пока ее сочиняют, послушаем другие в исполнении хора из «Дубового умета». На сцене ДК поселка «Стройкерамика» – Народный хор «Вера». Коллектив, созданный 28 лет назад при управлении культурой Волжского района, прославляет родной край голосами и новыми песнями. Сегодня я исполняю свою песню. Она называется «Русское я». В продолжении творческих традиций нашего коллектива, потому что наш коллектив очень часто поет именно авторские песни. Это здорово, когда уже на первом припеве люди подпевают твоей песне. Это значит, что песня будет жить. Песня должна жить, должна звучать, потому что это настоящий живой организм, который русской душе просто необходим. У моей земли больные хлеба, У моих отцов горни глубокие, Крепкая из вас сладкая и тьма, Покрова небесные горькие. Это первый отчетный концерт после большого перерыва, связанного с пандемией. Хор не сидел без дела. Артисты на карантине сами снимали видеоклипы и фильмы, Давали концерты онлайн, готовились к конкурсам. В творчестве ансамбля важное место уделяется военной и патриотической тематике. В сентябре прошлого года Вера стала победителем всероссийского конкурса «Живая память». Такую программу театрализованную мы делаем впервые. То есть здесь у нас певцы, Певцы не только выступают как певцами, как солистами коллектива, но и как артистами. Вера – это наш любимый коллектив. Мы всей семьей приходим на концерты из Петра Дубравы. Очень любим. Все песни, они молодые, красивые, у них яркие костюмы нарядные. Ансамбль – победитель народного голосования седьмого губернского фестиваля «Рожденные в сердце России». В данном концерте артисты хора частично обновили репертуар и вышли в новых казачьих нарядах. Концерт состоял из трех блоков – деревенского, военного и казачьего. Марина Баркова, Владислав Жирнов, Роман Апарин, «Утро губернии» из Волжского района. На этом все. Юра, Витя и Леша, привет моим лучшим друзьям. И вы, дорогие друзья, не забудьте поздравить своих друзей с праздником. До встречи. Пока-пока. С вами были сегодня Максим Пологнек и Саша Байдачная. Так, Саш, все. Конечно, ты молодец, но до звания лучшей подруги тебе еще далеко. Плохо разбираешься в фактах моей биографии, поэтому доставай ручку, листочек и записывай. Детство и юность Максима Пологнюка. Юный гений уже с пеленок был обаятелен и мил. И главное, скромен. Да, да. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!